Это всё равно, что купить билет в один конец Даскабана, верно? Простите, если я слишком нервничаю. На линолеуме ещё виден выжженный след. А скажите что-нибудь, как Альф. Ты ничего обо мне не знаешь, приятель? Смотри, что произошло из-за тебя. Что ты натворил? В министерстве считают, что вам ещё рано изучать эти заклятия. Я считаю иначе! Да и вам так же. По-моему, это не похоже на ассоциативный тест. Ну да пошёл ты в задницу. Кунишува! Кунишува! Всем привет, друзья! На связи Дима Череватенко. Сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, один из самых популярных и востребованных дикторов нашей страны – Александр Клюквин. Более того, Александр является в том числе актёром кино. Вы не раз его могли не только слышать, но и видеть. Также Александр – народный артист России и лауреат премии правительства. Одним голос Александра Владимировича запомнился как Альф, конечно же, наше детство. Голос Грозного Глаза Грюма из Гарри Поттера. Мюррей из Джокера. Рэчет из Трансформеров. Ну и многие-многие другие я могу перечислять долго. Другой же части моей аудитории Александр Клюквин запомнился по совершенно невероятному прочтению аудиокниг. Сейчас самое время написать свою любимую книгу в исполнении мастера. К слову, сама Джоан Роулинг, автор книг, серии книг о Гарри Поттере, выбрала из десятка, может быть, сотни заявок именно голос Александра Клюквина. Как вы понимаете, это очень дорогого стоит. И расскажу вам по секрету, Александр может прочитать без единой помарки или ошибки 10, 20, а то и 50 страниц текста. Сегодня вы узнаете, как Александр Владимирович остался без голоса, что для него ближе к книге или фильмам о Гарри Поттере, как он вообще относится к этой франшизе, когда его посещали мысли о самоубийстве и что такое настоящий профессионализм. С вас, как обычно, лайк, комментарий и репост этого видео, ну а мы будем начинать. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Вы один из самых долгожданных гостей нашего канала, спасибо вам огромное, что вы пришли. Как доехали, как выбрали окошко в своем плотном графике? Потребовало больших усилий, но я преодолел все препоны, и вот я у вас. Вы являетесь одним из лучших чтецов аудиокниг в нашей стране. Единственным местом в Париже, которое нравилось Волину большему, Мартра и Сакрикер, был собор парижской богоматери, знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Согласны с этим? Как это говорится, трудно быть скромным, если ты лучший. Не помните, как долго вы могли удерживать внимание на тексте и не сбиваться? Вот этот объем, какой рекордный у вас? Рекордов не ставил, но, видимо, в зависимости от состояния, самочувствия, текста. Ну сколько? Лист, два, пять? Ну три, пять, десять, сколько хочешь. Но главное, чтобы текст был хороший, чтобы он не был или плохо переведен, или плохо напечатан. В общем, я перед собой таких задач-то не ставлю, но пишу быстро и почти без ошибок. Бывало, что вообще книгу сделали с лету сразу, или там с одной-двумя ошибками? Да нет, конечно. Так не бывает, так ни у кого не может быть. Да, так только Ленин мог. У вас очень узнаваемый голос. Вас когда-нибудь, кто-нибудь, где-нибудь узнавал, говорил, это же Альф тот самый. Было-было, там классический пример, я его всегда привожу, когда меня довольно давно уже остановил лейтенант, тогда еще милиции. Что-то я нарушил, я не помню. Он подходит к Кокошу, говорит, документы, пожалуйста. Я говорю, а что я нарушил-то? Ой. А вы, Альфа, не озвучивали? Я говорю, озвучивал. Ой, а скажите что-нибудь, как Альф. Я говорю, отпускай меня, давай, все уже, отдай документы, все, я поехал. Да, конечно, езжайте. Спасибо, до свидания. А так был Грозный, здоровый мужик, такой кровь с молоком, был лейтенант в милиции, хороший такой. И вдруг, как ребенок стал. Это Альф так действует, не я. Это он сразу с Альфа начал, прям конкретно про Альфа спросил. Не то, что вы озвучиваете кого-то. Нет, сразу про Альфа, да. Ну, тогда больше узнавали, сейчас меньше, так времени прошло уже очень много. Мне все время говорят, мы с вами в Тюмени не встречались? Я говорю, нет. Много спрашивают, говорят, вот-вот мы с вами тогда-то. Кто ты? Я говорю, а как, я же с вами знаком? Я говорю, конечно, знаком. Я говорю, я не помню, как. Я говорю, ну, вот так. А, а, ну, да. Меня же много. Иногда меня даже запрещали, это было давно, некоторые телеканалы, но много клюквина. Я говорю, ну, пожалуйста, запретите. Вам же хуже. Пробовали, не удавалось. Приходилось опять клюквину возвращаться. Я не знаю, для чего это делается. Если это востребовано, так пусть оно будет. А так как-то... Тогда это было очень модно. Давно. Это было очень модно. Поиск новых голосов. Ну, ищите. Флаг в руки. Вы озвучивали аудиокниги по Гарри Поттеру. Вернан, произнесла тетя Петунья дрожащим голосом. Вернан, посмотри на адрес. Как они могли узнать, где он спит? И также озвучивали персонажа Алла Старогрюма в фильме. Как вы считаете, что в целом лучше передает сюжет романа? Книга или фильм? Разные вещи. Книгу ты можешь читать столько, сколько угодно и перечитывать ее. И страницы перелистывать, если это бумажная книга, это тоже очень важно. И страницы перелистывать, и возвращаться, и по нескольку раз читать одно и то же. В этом есть особый кайф. А в аудиокниге ты не можешь перелистывать страницы или остановить... То есть, наверное, можешь еще раз переслушать, но это не очень удобно. Другое дело, что аудиокнига помогает тебе экономить время. Ты можешь ехать за рулем и слушать. Ты можешь делать какую-нибудь механическую работу и слушать. Ну, и потом, когда читает Люквин, это хорошо. А если ты слышишь, слушаешь аудиокнигу, мною записанную, ну, или кем-то другим, ну, я сейчас про себя говорю, и у тебя в мозгу возникает кино, я работал правильно. Если не возникает, плюнь, выключи и возьми другую. Если ты слушаешь аудиокнигу, у тебя не возникает кино, она записана халтурно. Помните момент из Ордена Феникса, когда Грюм, Гарри и другие члены Ордена летели на метлах? Они, несомненно, представляют грозную магическую силу, но для большей безопасности вместо метел можно было воспользоваться истребителями четвертого поколения, например, F-16, МиГ-29 или Торнадо. Именно они теперь доступны в бесплатном экшене War Thunder с последним обновлением. А также еще более 40 единиц техники добавили и обновили. Вкупе с доработанными визуальными эффектами выглядит и ощущается игра эпично, когда в бою сходится наземная и воздушная техника. Самолеты прошиваются насквозь, танки разлетаются на детали, а если сдетонировал боекомплект, вообще остаются только башни и воронка. Так что бесплатно качайте War Thunder по ссылке в описании, и по ней же все новые игроки и те, кто не заходил полгода, получат полмиллиона серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, три премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Алла Старгрюм, экс-мракоборец, оппозиционер министерству и ваш новый преподаватель защиты от темных сил. Я пришел сюда по просьбе Дамблдор, остальное вам знать не обязательно. Вопросы есть? Что касается темных сил, я верю в практический подход. Но сначала, кто из вас скажет мне, сколько существует непростительных заклятий? Три, сэр. Почему их так называют? Потому что они непростительны. Использовать любой из них... Это все равно, что купить билет в один конец Даскабана, верно? В министерстве считают, что вам еще рано изучать эти заклятия. Я считаю иначе. Вы должны знать, чему противостоите. Вы должны быть готовы. Вы должны найти другое место, чтобы приклеить свою жвачку, мистер Фениган. С ума сойти. Этот старик с затылком может видеть. И слышать, что говорят на задних партах. Итак, с какого заклятия мы начнем? Уизли! Да. Встань. Назови заклятие. Мой отец говорил мне об одном. Империус, кажется. А, да. Твой отец знает все о нем. Оно доставило министерству много неприятностей. Почему вы узнаете сейчас, Энгоргио? Империо! Не бойся! Она совершенно безобидная! Если укусит... Это смертельно! Что смеешься? Талантливо, правда? О чем бы ее еще попросить? Выпродугнуть из окна? Или утопиться? Вы любите вселенную Гарри Поттера? Ну, вообще, я считаю, что это одна из лучших сказок в мире. Вполне возможно. Если бы она не была такой большой, да хотя и почему нет. Ее вполне можно изучать в школе. Это вполне может быть не для внеклассного чтения. Это же не потому, что она хороша, что там происходит в Англии дело, и это волшебство. Нет, не поэтому. Она имеет очень точный отсыл к настоящему искусству. Как это определять? Что такое настоящее искусство? Допустим, искусство театра, искусство кино. Что это? Это влезает в одну фразу. В одну. И она все объясняет. Это взаимоисследование взаимоотношений между людьми. Не между двумя голыми жопами, а между людьми. Это большой комплекс человека. Это не только гениталии или все остальное. В Поттере исследуются взаимоотношения между людьми. На другой основе. На волшебной, на магической основе. На маглической основе. Но исследуется. И исследуется очень хорошо. Это очень хорошая и полезная вещь. А вы слышали, что хотят запретить показ Гарри Поттера в России? Нет, не слышал. Ну, если и запретят, то дураки будут. Что я могу сказать? Ну, запретите. Вам же хуже, вашим же детям хуже. Чиновникам-то по барабану. Им же они вообще к этому делу отношения не имеют. У них отношения к власти и к баблу. А к искусству чиновники отношения не иметь никакого. Никогда не имели. И иметь не могут. Потому что они на другое заточены. Этим слугам как бы народа кто-то сказал, что они главные. Ну, они поняли, что они главные. Хотя они не главные. Ну, тут сложно. С чиновниками сложно. Вы приверженец правила, что артист должен говорить красиво и грамотно. На одном из интервью вы сказали, что исполнитель не должен допускать и мысли о халтуре. У вас лично никогда не было случаев, когда вы устали, вам надоело, и вы делали уже на каком-то, доделывали на каком-то автопилоте, забыв вообще про саму работу? Я стараюсь этого не допускать. Конечно, иногда устаешь, и бывает такое, что очень сильно устаешь. Как ни странно, это довольно тяжелая работа. Я не жалуюсь. Я не ропщу. Нет, нет. Я даже не сетую. Это любимая работа. Но она тяжелая, действительно. У меня сейчас голос, вы слышите, он несколько уставший. Я последние недели очень много работал, по 8-9 часов писал. Это много. И 3 часа это много. Ну, что поделать. Иногда бывает, что я чувствую, что как-то оно падает, качество. Я стараюсь этого не допускать. Надо остановиться. Ну, либо если остановиться нельзя, необходимо доделать. Значит, волю в кулак. Попей чаю, перекури, отдохни, расслабься. Но не было таких случаев, что вы что-то записали, как по вам, не очень, но режиссер не заметил и сказал, вы его не остановили и продолжили. А у меня нет режиссеров. Я с режиссерами не работаю. Я работаю со звукорежиссерами. А если кто-то хочет со мной поработать как режиссер, то он сначала должен уметь то же, что и я, и чуть-чуть больше. Я таких не знаю. Так, а нет, вот таких. Вот именно. Поэтому я с ним же не работаю с режиссерами. Я работаю один, и этого достаточно. Мне хватает. Я сам себе режиссер. У меня же совесть-то есть, хотя бы какие-то начатки тогда совести. Я же понимаю, я же вижу, где плохо, где хорошо. Фамилия моя Клюквин. И работать надо так, чтобы не позорить ее. Наверное, вполне может быть и проскакивает халтур. Вполне может быть. Я не идеал. Но я очень пристально за собой слежу и стараюсь этого не делать ни в коем случае. Если я сам учу других это не делать, как же я могу это делать сам? Иногда бывают плохие книги, которые уж, ну, раз уж начал, надо доделать. Ну, и уже никуда не денешься. И, ну, не бросишь же на полпути. Надо дописать. А она плоха. Она неинтересна. Она или плохо переведена, или это графоманство. И плохо написано, но уже все, уже ты впрягся. Вполне возможно, тогда чувствуется, что это не очень хорошо. Тогда картинки нет. Или, может, она есть, но фрагментарная, пиксели выпадают. Может и так. Но я стараюсь этого не делать и не допускать в себя. Это проявитель врагов. Помогает мне следить за врагами. Если я вижу белки их глаз, значит, они у меня за спиной. Даже не буду говорить тебе, что там. Ты все равно не поверишь. И как же ты разберешься с драконом? Знаете, я подумал... Слушай меня, Поттер. Твой приятель Диггери. В твоем возрасте он уже превращал свисток в часы, и они говорили время. Мисс Довокур. Она такая же принцесса-фей, как я. Виктор Крам. У него голова опилками набита. Но Каркаров очень хитер. У них есть стратегия. И можешь не сомневаться. Она учитывает его сильные стороны. Скажи мне, Поттер, в чем твоя сила? Я умею летать. Я неплохо умею летать, но... По-моему, ты поскромничал. Да, но метлу ведь нельзя брать. Зато палочку взять можно. Думаешь, этот жалкий болван отвел бы тебя в лес, если бы я не посоветовал? Ты думаешь, Седрик Диггери подсказал бы тебе открыть яйцо под водой, если бы я его не надоумил? Думаешь, этот Невил Долгопупс, этот безмозглый тупица, достал бы тебе жабросли, если бы я не дал ему книг про эти дурацкие растения? А? Вы заколдовали Виктора Крама, но... Но-но-но-но! Ты победил благодаря мне, Поттер. Ты оказался на этом кладбище, потому что так и должно было случиться. И теперь дело сделано. Не кровь, которая течет в этих жилах, течет в жилах темного лорда. Ты представляешь, как он наградит меня? Когда узнает, что я раз и навсегда заставил молчать великого Гарри Поттера! Александр Роберт Де Ниро. Как актер? Какой? Как актер, которого я южу, я и вы, и все мы. Это очень хороший, это один из лучших и был, и продолжает быть. Дай ему бог здоровья. Какой он человек, я не знаю. Актер он очень хороший, очень. С ним сложно, с ним его постоянно необходимо разгадывать. Это же не просто так взял и подстроился под его интонацию, или так, как он так и сделал. Ой, у меня был смешной случай. Поляки, ну они же известные эти, как поперед батьки, или самые главные католики и все такое, самые первые. Лет 15 назад что-то я писал, какой-то то ли мультик, то ли кино, и руководил всем этим поляк. А поляк, значит, был поставлен американцами старшим над тем, как писать американский фильм. Но он был самый американец в секунду, этот поляк. И они все писали, они писали по этим, как, по пикам. На компьютере тогда еще проверяли, пик подходит. Так я говорю, как в американском фильме. Или не так, такой пик, или не такой пик. Я пытался объяснить, что русский язык немножко не английский. Он по-другому строится. И как-то нельзя по пикам писать, вы же пишете актеры. Он говорит, нет, мы должны писать так, потому что... И он такой злой был. Я говорю, да пошел ты в задницу. Пиши сам тогда. Взял и ушел. Ну, это бывает такое. А бывает, как... Вот я писал, допустим, сейчас как пишут фильмы. А дубляж как идет. Ты пришел, и два, три, ну много, четыре часа. На фильм ты потратил и ушел. Был у меня фильм... Я писал «Военный ныряльщик» с Робертом Де Ниро. Я потратил семь смен. Семь? Семь. Семь смен по четыре-пять часов. Это очень сложное кино было. Оно так вторым экраном прошло, мало кто его знает. Очень хороший фильм. Но мы искали точное попадание. Точное, чтобы не было... Иногда же смотришь на экран и видишь, что голос-то хороший, говорит хорошо, но не попадает. Не в смысле в смыкашки. Да иногда и в смыкашки не попадает. Но не попадает по картинке, по лицу, по настроению. Это довольно сложная вещь. Нельзя себя выпячивать на дубляжет. Нельзя актера исправлять, который это уже сделал, за другие хорошие деньги. Нельзя делать так, что как бы ты это сыграл. С ним надо работать как с партнером, но очень аккуратно. Не испортить. Это самое главное. Не помешать. С Де Ниро сложно работать, потому что он очень многословен. Там очень много загадок. И его реакции, они... Их надо видеть, их надо... Ну, с ними сложно. Он иногда в одном прищуре так много выдает. Одно слово скажет, посмотрит, и ты должен понять, что он хотел-то. А иногда это сложно понять только на уровне ощущений. Вы как актер кино чему-то учитесь, учились у Роберта Книра? У всех. И у своих бывших студентов учусь. И у молодежи, которые приходят в театр. И у своих старших товарищей по театру и по кино. У всех учусь. Я когда смотрю фильм, хороший фильм. Я, конечно, получаю удовольствие, но я в это время и работаю. Ворую бессовестно. А почему нет? Я хорошее забираю сразу. Учиться надо всегда, пока не умер. Учись. Какие у вас отношения с интернетом сейчас? Смотрите что-то, следите. Привет, интернет. Вообще, я считаю, интернет такой вспомогательный костыль. Он очень часто помогает, когда что-то надо узнать. Быстро или не быстро. Когда найти что-то надо, помогает. Но вообще, конечно, это помойка. Это чума. Это ужасно. Я не знаю, может, я путаю что-то. Я не интернетовленный человек. Я его боюсь. Я компьютер. С компьютером у меня напряженные отношения. Меня научили дома, как надо, куда нажимать, чтобы я мог записывать в студии. Я, может быть, путаю всякие, где все общаются. Вместо того, чтобы позвонить по телефону, они все пишут. И мне все пишут в почту, пишут длинные письма. Я не отвечаю. Или я говорю, что позвоните мне. Потому что я не буду тратить время на это, чтобы написать. А в этом, видимо, видят какой-то кайф. Что они общаются по интернету, быстро пишут, отсылают письмо. Но письмо, это по-деловому очень. Отослал письмо, получил ответ. Еще раз отослал письмо. И тебя же не видно и не слышно. А на тебе ответственности нет. А по телефону хотя бы тебя и не видно. Но сейчас уже можно сделать так, чтобы есть ответственность. Ты не можешь просто взять и сказать какую-нибудь гадость человеку в лицо. Трудно. А написать можно. А особенно если, не знаю, кто это там, если ты спрятался, как это у вас говорят, под ником, то написать можно все, что угодно. И вроде бы тебе за это ничего не будет. Ну, это как-то подловатенько несколько. Поэтому я интернет не очень люблю. Хотя он помогает. Скорее всего, нужная вещь. В одно время в интернете, в частности, в Ютубе, есть такое слово «мем». Знаете? Ну, да. Мемы. У вас есть очень мемный персонаж. Его зовут Жибер. И у него есть такая фраза «Мы в дерьме». Слышали такие нарезки? Да, бывает, да. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Вот, сегодня мы с ним тоже познакомимся и соприкоснемся. А вам, друзья, коллеги, если вы захотите позвать Александра на работу, знайте, что ему не надо писать, ему надо звонить. Лучше звонить. Или напишите там, я иногда захожу в Телеграм, вот еще слово знаю. Я иногда захожу в Телеграм. Почта у меня есть в Телеграм. Я иногда захожу. Если нет моего телефона, пишите там. Но давайте сразу телефон, и я вам буду звонить. Потому что переписываться я не люблю. Никогда. Я-то, извините, так уж вышло. Тяжелые деньки выдали с Мюрой. С тех пор, как я убил трех парней с Уолл-стрит. Я жду окончания шутки. Это не шутка. Вы всерьез говорите, что убили тех молодых людей в подземке? Угу. Почему мы должны верить вам? Мне больше нечего терять. Меня ничего не страшит. Угу. Моя жизнь сплошная комедия. Объясните мне, по-вашему убийству тех парней это смешно? Ну да. Я устал делать вид, что это не так. Комедия субъективна, Мюррей. Ведь так все говорят. Вы все. Система, которая так много знает. Вы решаете, что хорошо, а что плохо. Точно так же вы решаете, что смешно, а что нет. Я так понимаю, что вы хотели создать движение. Хотели стать символом. Да брось, Мюррей. Я похож на клоуна, который может создать движение? Я убил их, потому что они были ужасны. Все ужасны в последнее время. Тут любой может стать психом. То есть дело в том, что вы псих. Это ваше оправдание убийства трех человек. Ах, почему все так распереживались из-за них? Если бы я умер на тротуаре, то вы бы перешагнули через меня. Каждый день вы меня не замечаете. У вас проблемы еще и с Томасом Уэйном. Вы вообще выходите из студии? Вы закончили? У вас столько жалости к себе, Артур. Вы как будто оправдываете убийство этих людей. Далеко не все. Уверяю вас. Не все люди ужасны. Вы ужасны, Мюррей. Я? Я ужасен? Почему-то я ужасен? Вы просто хотели посмеяться надо мной. Вы такой же, как остальные. Ты ничего обо мне не знаешь, приятель? Смотри, что произошло из-за тебя. Что ты натворил? На улицах беспорядки. Двое полицейских в критическом состоянии. А ты смеешься. Ты смеешься? Кого-то убили сегодня из-за того, что ты сделал. Я знаю. Нет, с нас хватит твоих шуток. Хотите другую шутку, Мюррей? Что ты получишь, если смешаешь психически больного-одиночку с обществом, которое игнорирует его и обращается с ним, как с мусором? Вызови полицию, Джен. Вызови полицию. Я скажу, что ты получишь. Ты получишь то, что заслужил. Как вы это делаете? Нафиг узнать. Я тоже слушал не одну книгу с вашим участием. Как вы так рисуете картины в голове, что они вот прям перед глазами. Ну, я вам так скажу. Это объяснить довольно сложно. Я не могу этого объяснить, потому что это, видимо, особенность такая моя. Она же не только у меня есть. Но у меня, наверное, лучше всех. Как это я для себя определил. Вот есть люди, которые читают, записывают слова. Есть, которые даже записывают буквы. Даже такие бывают. Я слышал таких несколько раз. Есть, которые пишут текст. А я пишу книгу. Вот сразу с первого слова я пишу книгу целиком. Не важно, что там разные персонажи, их много. И не важно, о чем эта книга. Я ее пишу, ее, эту книгу, целиком, сразу. Как это объяснить, я не знаю. Рассказывать про то, что я погружаюсь в этот текст, что я проживаю за каждого. Наверное. Что я перевоплощаюсь как-то в этого или в того. Вполне может быть. Но объяснить это я не могу. Ну, так, такой талант дадим. Сейчас у вас работа делится в большей степени на аудиокниги, за кадры, дубляж. В какой пропорции? У микрофона, ну, 90% в аудиокниге. А документальный фильм еще процентов 9,5. Ну, может быть, чуть больше дубляж. Я давно этим не занимался. Меня не зовут, да я и не хожу. Для этого надо ехать куда-то, и это долго. Я прошу прощения, денег платят меньше, чем я бы хотел. А вы аудиокниги пишете прямо из дома? И так, и так по-разному. Из дома, и в студию езжу. В одну, во вторую, в третью бывает. В одном из интервью вы рассказали, что когда еще играли в театре, вы почти потеряли голос. Расскажите, если можно, поподробнее об этом этапе жизни. И что вы тогда чувствовали? Каково осознавать, что вот ваш главный инструмент на грани? Тогда даже мысли о самоубийстве переходили. Потому что, если у тебя нет голоса, ты не можешь быть актером. А быть актером в малом театре без голоса, это как-то странно. И вообще в театре без голоса как-то странно. Не для этого ты живешь. Я живу. Голос начал пропадать, узлы на связках образовались, потому что он был не поставлен. И я говорил наверху, на самом верху, не затрагивай резонаторов, которые есть у каждого в голове. А он не посажен, не поставленный, связки напрягались очень сильно. И мне сказали врачи, сказали, все, надо резать, операция. Там, значит, я говорю, а как это будет? Они говорят, ну как, вот связка, вот одна, вторая, если примитивно объяснять. Тут отрезаешь, тут отрезаешь, натягиваешь, сшиваешь. И как? Ну и все. Говорит тихо, недолго. Ну, конечно, это был ужас ужасный, как это говорится. А сколько мне так было тогда? Лет 25-27 примерно. Я только-только начинал. Но, слава богу, нашлись люди в театре, в малом. Сказали мне, какие операции, никаких операций. Меня сняли со всех ролей на два месяца, что ли, там, где надо было разговаривать. Их, правда, было не очень много тогда. Но все равно они были. Сняли на несколько месяцев с ролей. У нас замечательная медчасть в театре. Ингаляция, вокал и очевая Ольга Александровна. Наша актриса дала мне упражнение очень простое. И по 15-20 минут в день и за месяц я стал себя чувствовать лучше. Потом через три месяца пришел опять к этому врачу. Он выронил все свои стетоскопы и сказал, а где узлы? А их нету. А их нету. Рассосались. Их убрали упражнениями, ингаляциями, вокалом. Эти упражнения есть у каждого. Их, в общем-то, можно найти. Они разные. Кому какое подходит. Мне подошло вот это. Мне поставили голос. Он устает. Несомненно, он устает. Вот если ты по 8-9 часов в день разговариваешь. Да еще, если ты пишешь художественные произведения, а там много персонажей, они же разные. Я когда пишу, я же не пишу. Сначала одного, потом второго. Пишу сразу, с потоком. Но уже нет таких больших проблем. Уже много-много лет. Мне говорят, ой-ой, голос. Золотой голос. Золотой голос. Я говорю, не надо, не надо. Скромнее надо быть. Золотой голос это Басков. Вот пусть они будут золотыми голосами, а я просто, просто, раскромненько, просто голос России. Без всякого золотого. Доброе утро, Альф. Можно называть вас Альф? Если вы настаиваете. И я хотел бы задать вам несколько вопросов. Ответы должны быть страунными? Не обязательно. Во время нашей беседы мы будем записывать вас на видеопленку. Если меня покажут по телевизору, я рассчитываю на хороший гнорар. Нет, эти записи секретные. Они не предназначены для показа на публике. Константин Дзиани тоже так говорили. Доброе утро, Альф. Доброе вам также. По-моему, это не похоже на ассоциативный тест. Наши планы изменились. Не волнуйся, сегодня мы проведем другой тест. Боюсь, он мне не понравится. Уверяю тебя, это совершенно безопасно. Опасно высокое напряжение. Если она тебя беспокоит, я ее уберу. Она меня беспокоит. Здравствуй, Альф. Я доктор Ньюман. Можете не говорить, вместо кого вы пришли. Сегодня мы немного поиграем в число. А для этого не нужен электрошок? Нет, вовсе нет. Простите, если я слишком нервничаю. На линолеуме еще виден выжженный след. Уже официально признано, что у доктора Уорнера был сердечный приступ. Будь я на вашем месте, я бы провел расследование. Это не имеет отношения к нашему депутателю. Но он поджарился до самых ботинок. Неужели им остановить запись? А его очки впаялись в череп. Он превратился в пипел. Остановите. Здравствуй, я доктор Стэнли. А где доктор Ньюман? Он взял отпуск. Наверное, вы слышали, что случилось с доктором Уорнером? Слабое сердце. А, вся та же история, да? Ладно, ладно, молчу. Я скажу слово, а ты скажешь, с чем оно у тебя ассоциируется. Еда. Я еще ничего не сказал. По крайней мере, ничего интересного. Сидеть. Я сижу. Нет, нет, это первое слово. Сидеть. Еда. Пасход. Завтрак. Площадь. Кафе. Вода. Арбуз. Может нам сделать небольшой перерыв и пообедать? Пообедать было бы неплохо. У нас большая творческая аудитория. Там, где связки. Ее не надо представлять в подробностях. И совершенно не обязательно знать, что у тебя там и как оно работает. Представить себе вот эту часть, вот это горло в виде такой плотной, довольно толстой, никелированной, блестящей, мягкой и очень хорошо выглядящей серебряной трубы. Вот у тебя труба идет. Отсюда где-то она там начинается, тут заканчивается. Труба мягкая, но в то же время блестящая. Она такая вся упругая, хорошая. И по этой трубе идет воздух. Плотный поток теплого, хорошего, мягкого воздуха, который вот эти вот никелированные, блестящие стенки поглаживает туда-сюда. Он разглаживает их, и тебе от этого кайф, тебе от этого хорошо. Это обязательное условие при этом упражнении. Хотя бы первые недели 3-4 месяца, допустим, вот это себе надо представлять. Это аутотренинг, такое дополнение к этому упражнению. Это помогает. Ну и собственно, вот эти звуки, которые знают все актеры. Ми, ме, ма, мо, му, мэ. Вот ты их и пой. Негромко, от самого нижнего комфортного предела. Ми, ме, ма, ма, му, му, му. Гладит тебя, гладит. Потом на тон, на полтона повыше. Резонаторы На зевке обязательно надо зевать На зевке, если умеете Если умеете, научитесь На опущенном горле Садится голос На место Встает туда, куда надо И потом уже он сам будет там Лежать и не будет ему препятствий И до комфортного верхнего Пока тебе комфортно Мне сейчас не очень комфортно, голос устал Пока можешь И вниз И наверх И вниз И ты вот это делаешь и чувствуешь Как хорошо звучит твой голос Как он красив После этого дай себе отдохнуть Минут 15-20 И потихонечку, чтобы никто не слышал Для себя В полголоса Красивым своим Баритоном Или басом Или дискантом Что есть? Спой песню Какую ты знаешь Хорошую Протяжную песню Спой ее потихонечку Насладись И вот это делай на протяжении Несколько месяцев Я уверен Ну и конечно Это обязательно условие Никого Ничего Если голос Севший Если голос Больной Если ты хочешь его поправить Потому что он болен Ничего соленого Острого Горячего Холодного Никакого Алкоголя Никакого Пива Потерпи Курить Ну если ты куришь Это сделать Не курить Невозможно Я не могу бросить Курить И Не разговаривать Шепотом Ни в коем случае Напряжение На связке В 2-3 раза Увеличивается Когда ты шепчешь И Как можно больше Ограничить Своё общение С кем-либо По телефону Потому что Ты когда разговариваешь По телефону Мозг ведь он Дурак Он же Мы с тобой разговариваем И я вижу тебя Я вижу Я напрягаю Голос так Чтобы до тебя Долетало Когда я с тобой Говорю по телефону Я тебя не вижу А мозг думает Что я хочу До тебя докричаться Потому что я тебя не вижу Ты далеко Он приходит в ступор И начинает увеличивать Громкость Ты этого даже не замечаешь Ты не можешь Это идентифицировать Но это происходит Связки напрягаются Больше Чем надо Вот собственно И всё Запомни довольно просто Сначала Конь Ну Это такой жеребец Как эмельян Спасибо Потом Ишь В смысле Ишь какая грудь Не принимай на свой счёт Я просто привожу пример И Ну как Конишуа Это здравствуйте По-японски И вы должны его Крепко запомнить Потому что меньше Чем через час Наш славный город Марсель Принимает Министр обороны Японии Мсье Это Мсье Тефу Ты Мушила Ты Пушила Шэшшэр Нет Нет Патриши Я как Ну ладно Просто Япошка Япошка прилетает Из Токио После дня взятия Бастилии Намечена важная встреча На высшем уровне Она пройдёт в Париже Но прежде он Посетит Наш город Угадайте почему Из-за климата Замок Иф Замок Иф И Матч Марсельского Олимпика Нет Вы просто своро Недоунков Наш антимафиозный Учебный центр Кунишуа Кунишуа У японцев Большие проблемы Со своей мафией Джакузи То есть Якудзой Их бандиты Совсем обнаглели Они похищают Наши членов правительства Министр вороны Был в Англии Германии И теперь Едет во Францию И давайте договоримся Мы должны Утереть нос Толстым колбасникам И напыщенным Дэнди Мы побили их На чемпионате мира И отстоим свой титул Естественно Я составил план операции Который сейчас изложу У нее кодовое название Операция Ниндзя Ребята Как это говорил Гумилев по-моему У него спросили Вы интеллигент? Он говорит Боже упаси Что вы? У меня профессия есть И я родину люблю Вот К этому Скорее надо склоняться А так Всем зрителям Удачи Здоровья Здоровья близким Берегите детей Любите их Денег побольше Ну и всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok